Следующая тема у нас это иррациональные неравенства. Рассмотрим типичные ситуации. Значит, первое это неравенство вида под корнем f от x меньше под корнем g от x. Вот. Чтобы решить это неравенство, нужно обе части возвести в квадрат. Тогда мы получаем неравенство f меньше g, но при этом оба корня должны существовать. А для этого должна быть каждая из них неотрицательной. Но силу исходного неравенства достаточно потребовать, чтобы функция f была неотрицательной. Если f неотрицательный, этот корень существует, силу этого неравенства g тоже будет неотрицательной. Поэтому правая часть тоже существует. Дальше. Следующий случай. Корень из f от x меньше g от x без короля равносильно. Надо возводить обе части в квадрат. Тогда получаем f меньше g в квадрат. Первое неравенство. При этом возводить в квадрат можно только в том случае, если функция g, правая часть, неотрицательна. Во-вторых, сам корень должен существовать. То есть функция f должна быть неотрицательной. То есть дополнительно здесь пишем, что f также неотрицательна. Как в предыдущем случае, вот это неравенство автоматом не вытекает из того, что написано. Поэтому мы его отдельно записываем. И теперь следующее неравенство. Корень из f больше g. Равносильно. Вот это неравенство уже чуть-чуть посложнее. Рассмотрим следующий вариант. Значит, пусть у нас правая часть неотрицательна g от x. Тогда мы можем обе части возводить в квадрат. Получим f больше g квадрат. При этом, в силу этого неравенства, у нас функция f также будет неотрицательной. Так что функция корень существует. Все, это вот как бы первый случай. А что делать, если функция g в правой части отрицательна? То есть g от x меньше нуля. А что будет в этом случае? Тогда что мы имеем? Слева у нас корень арифметический. Это функция неотрицательна. Здесь отрицательное выражение. Поэтому вот это неравенство, оно автоматом выполняется. Тот отрицательный, тот неотрицательный. Неравенство выполняется. Но единственное, надо потребовать, чтобы корень существовал. Если он не существует, тогда и самого неравенства нет. Поэтому корень существует в том случае, если подкоренная функция не отрицательна. То есть вот система. И вот эти две системы, они объединяются в совокупность. То есть при решении данного неравенства надо рассмотреть два случая, две системы и объединить их в совокупность. Рассмотрим пример. Подкорнем. Х квадрат минус х минус 3. Больше либо равен. Подкорнем. 2х квадрате плюс х минус 3. Типичная ситуация. Корень из f больше либо равен корень из g. Возводим обе части в квадрат. Но при этом, что должно быть? Должно быть, чтобы оба корня существовали. То есть оба корня должны быть неотрицательными. Но силу вот этого неравенства достаточно потребовать, чтобы вот эта правая часть была неотрицательной. Неотрицательной. Тогда автоматом и это неотрицательно. Поэтому дополнительно пишем, чтобы 2х квадрат плюс х минус 3 было неотрицательным. И решаем эту систему. Собираем все в одну сторону. Больше либо равен. Это вот второе неравенство. Теперь здесь все перекидываем в одну сторону. Собираем подобное. И в итоге получится... Так, здесь тройки сокращаются. Следующее неравенство. Х квадрат плюс 2х меньше либо равно нуля. И решаем оба неравенства методами интервалов. Так, значит, находим здесь корни. Здесь корни. Здесь 0 и минус 2. Так, значит, здесь будут корни минус 3 вторых и единица. Отмечаем. Отмечаем. Так, значит, оба закрашенные. Минус 3 вторых. Единица. Ну и теперь выставим знаки. Ну, будем использовать тот факт, что это парабола. Ветви смотрят вверх. Поэтому минус будет между корнями. Левее, правее, плюс. Так, нужен больше либо равно. Значит, штрихуем там, где плюс. Так, ну и теперь второе неравенство точно так же. Ну, здесь как бы предварительно х можно за скобки вынести. И оттуда уже корни будут 0 и минус 2. Оба закрашенные. Так же по виду параболы определим знаки. Парабола ветви смотрит вверх. Соответственно, минус между корнями. Плюс левее, правее. Ну так, здесь нам нужен минус. Значит, штрихуем то, что посередине. Все. Ну и теперь, так как это система, надо найти пересечение этих двух промежутков. Так, пересечение видим. Я рисовал с учетом масштаба, как бы по вертикали. И вот видим, что вот здесь, здесь. То есть от минус 2 до минус 3 вторых будет пересечение. Поэтому пишем, что х принадлежит от минус 2 до минус 3 вторых включительно. Все. Ну а здесь мы не видим пересечения. Уже здесь больше нет. Все. Как раз вот этот промежуток будет и решением вот этого исходного неравенства. Больше других ограничений никаких нет. Поэтому все, что нашли, это и есть ответ. Рассмотрим следующий пример. Под корнем. Х квадрат плюс 4х минус 5. Минус 2х плюс 3. Больше нуля. Перенесем минус 2х плюс 3 вправо. Все. Вот теперь получили известную схему. Корень из f больше g. Здесь вот два случая. Согласно нашей схеме. Значит, первый вариант какой? Если правая часть не отрицательная, то можно обе части возводить в квадрат. То есть 2х минус 3 не отрицательно. Тогда возводим в квадрат в обе части. Это все вместе. При этом автоматически у нас эта функция будет не отрицательной. Всего этого неравенства. Все. Значит, корень существует. И второй вариант. А если правая часть окажется отрицательной, тогда само неравенство будет автоматом выполняться. Это отрицательно, это не отрицательно. Единственное, надо требовать, чтобы корень существовал. Подкоренная функция. А она автоматом как бы не следует из этого. Поэтому мы его выписываем отдельно. И получаем следующую систему. И две системы объединяются в совокупность. Все. Вот надо решить совокупность двух систем. Так, отсюда. Возводим в квадрат. Возвращаемся. Так. 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 собираем все в одну сторону приводим подобные получаем какое-то квадратное неравенство значит в итоге здесь получится следующие так x больше либо равен 3 вторых квадратное неравенство будет следующий 3x квадрат минус 16x плюс 14 меньше 0 система так из второго получаем x меньше 3 вторых а здесь можем сразу на множители разложить так корни будет единица и минус 5 то есть x минус 1 x плюс 5 больше либо равен нуля система совокупность так ну здесь мы можем сразу найти решение решаем методами интервалов так корни единица минус 5 закрашенные по виду функции смотрим это у нас парабола ветви смотрят вверх поэтому минус между корнями и веи правее плюс больше либо равен стрихуем там где плюс так теперь x меньше трех вторых еще есть неравенство можем отдельно нарисовать можно было быть здесь так внутри вторых у нас выколотая правее единицы и x меньше 3 вторых так ну и теперь так как эта система находим их пересечении так пересечении мы видим есть вот здесь от бесконечности до минус 5 и от единицы до трех вторых здесь мы получили следующий промежуток от минус бесконечности до минус 5 включительно так и от единицы включительно до трех вторых три вторых не включая это вот решение вот второй системы теперь точно так же надо найти решение первой системы для этого находим корни то многочлена так здесь будут корни иррациональные так значит корни иррационально первый корень 8 выколотой минус корень из 22 разделить на 3 2 корень 8 плюс корень из 22 разделить на 3 так ну и теперь знаки выставим это парабола ветви смотрят вверх значит минус между корнями нужен минус штрихуем середину так плюс 2 неравенство x больше либо равен 3 вторых ну и теперь дальше возникает вопрос а где 3 вторых то есть полтора то есть чтобы по вертикали было соответствие то есть она как бы левее чем это число или правее или левее чем это число но для этого надо примерно прикинуть вот вот это число это сколько значит корень из 22 находится между корнями 16 и корнями с 25 то есть это корень 16 4 корень 25 это 5 это между четверкой пятеркой ну где-то ближе к пятерке ну грубо говоря четыре с половиной просто для определенности значит 8 плюс четыре с половиной это 12 с половиной 12 половиной разделить на 3 ну это чуть чуть больше чем 4 чуть чуть больше чем 4 так теперь это число примерно значит четыре с половиной 8 отнять четыре с половиной где три с половиной три с половиной разделить на 3 но это чуть чуть больше чем единицы поэтому вот три вторых как раз будет между ними причем закрашенная 3 вторых и соответственно x больше либо равен 3 вторых штрихуем вправо так ну и теперь смотрим где у них пересечения так как здесь вот система стоит так но будет пересечение вот здесь от 3 вторых до иррационального корня поэтому здесь напишу что x принадлежит в квадратных скобках от 3 вторых до 8 до 8 плюс корни из 22 разделить на 3 скобка круглая вот и стоит внешне совокупность то есть вот полученные промежутки нам еще надо будет объединить ну тут объединить просто потому что вот есть тут и тут граничные точки 3 вторых 3 вторых соответственно как бы этот промежуток дальше идет чем вот этот промежуток поэтому 3 вторых сюда не входит сюда входит совокупность поэтому будет целый вот эти два промежутка стыкуются и будет целый промежуток от единицы вот до этого иррационального корня ну и окончательный ответ напишем что x принадлежит от минус бесконечности до минус 5 включая и дальше эти два промежутка стыкуются в одну от единицы до 3 вторых и то там дальше продолжаем от 3 вторых до иррационального корня без пробелов не включая все вот это окончательный ответ все больше других никаких ограничений нет вода за отдельно у нас мы не выписывали как бы все ограничения учтены и вот то что получили будет окончательным ответом к этой задачи а